В Костанайской области штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду оставил без электричества более 100 населенных пунктов. В Тобыле сорвало кровлю многоэтажки, в Костанайе случилось массовое ДТП, а в Лисаковске упала новогодняя ель. Коммунальщики региона работают в сложнейших условиях, а полиции и спасатели в очередной раз просят оставаться дома. Просьба не покидать свои населенные пункты без необходимости в связи с погодными условиями, так как на улице метель, плохая видимость, гололед. На трассе Алматы и Екатеринбург метель. На 65-м километре стоят лошади на поезжей части. Может, пастуха или хозяина, знаете, сообщить ему надо. Они просто стоят и не могут спуститься, не знают, куда идти. О том, что на регион надвигается штормовый ветер, полиции и спасатели предупреждали заранее. Закрыли сразу 30 республиканских и межрайонных дорог. Но это не удержало водителей от поездок, и многие оказались в снежном плену. Людей теперь спасают. Метель бушует и в областном центре. Там отключились светофоры. Полиция дежурит на перекрестках. Но на одной из основных дорог произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 10 машин. Пострадал один человек. В регионе сегодня всех школьников отправили на дистанционку. Из-за погодных условий 103 населенных пункта сейчас без света. В Лисаковске коммунальщики пытаются вновь установить главную новогоднюю ель. Дерево упало от порывов ветра. Автобыли экстренно решают, как залатать улетевшую кровлю многоэтажного дома. Продолжение следует...